МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Рады, что у меня есть возможность задать вам несколько вопросов. С большим удовольствием. Вы впервые в Сибири? Можно сказать, вчера был впервые в Томске. Это же Сибирь, да? Но вообще, да, это мой первый визит в Сибирь. Успели ли вы познакомиться, получить какие-то впечатления от Барнаула? Были ли какие-то ожидания у вас? Вы знаете, здесь живет мой русский продюсер Евгений Колбышев. Он немного рассказывал, да и не было особых ожиданий у меня. Но когда въезжал в город, я был приятно удивлен. Красивый, новый, очень современный. Современная архитектура зданий. Похож на Голливуд, да? О, да, на холмах это надпись Барнаул. Действительно, очень красиво, очень впечатляет. А вы видели медведей? Пока не заметил ни одного. Но каждый американец должен знать, что по улицам сибирских городов гуляют медведи. Да, с рюмкой водки. Спасибо. Чарльз, вы играете 45 лет. А почему именно блюз? Когда я был мальчишкой, я слышал музыку, которая звучала в нашем доме. Моя мама играла народную музыку. И кое-что произошло. Появились Битлз. В те времена мы слушали радио. И вот, включаешь радио, Битлз, переключаешь станцию, Битлз, еще переключаешь, опять Битлз, честно. Я думал, что радио — это такая Битлз-машина. Я спросил маму, что это за звук. Она говорит, ну, поют, пение. Да нет же, говорю, звук вот тот, который сопровождает голос. Она ответила, это электрогитара. И чтобы долго не рассказывать вам, как все это было, ответ на ваш вопрос на самом деле очень длинный. Я скажу, что она потом, наверное, пожалела, что рассказала мне об этом, потому что я заразился, просто заболел звуком электрогитары. Мне нравились рок-группы. Но что я обнаружил, что все рок-группы, включая Битлз, все были вдохновлены блюзом, все до единой. Да, как таковых много не было. Мне нравились Омэн Бразерс, Дики Беттс, Лед Зеппелин, Джимми Пейдж — и, конечно же, Ди Пёппел, Ричи Блэкмор. Тогда, в 70-е, я осознал, что все эти люди были вдохновлены, заражены, в хорошем смысле, блюзом. Я начал слушать старые блюзовые записи, Биби Кинг, Абэ Кинг, Фредди Кинг. Все эти имена вы увидите, если прочтете интервью любого известного мирового гитариста, Эрика Клэптона, например. Откройте его интервью. Он говорит «Битон Уолкер». И я, тогда подростком был, стал искать, читать, открывать для себя эти имена. Вы много путешествуете по миру? Можно сказать, да. А можете ли вы сравнить, в чем разница между русской и зарубежной публикой? Мне больше нравится русская публика. Ну, это мое личное мнение. Почему? Думаю, ну, прежде всего, я издалека. Я своего рода экзотика, может быть. А дома? Ну, какая я экзотика? Американская публика, обычно про них говорят, несколько присыщена. Они слышали лучшее из лучшего. Если ты не впечатлил их за первые пять секунд своего выступления, они слышать о тебе не хотят. А вот, ну, это, я так думаю, европейская публика, особенно русская, очень интересующаяся. Русские хотят слушать и разбираться в том, что они слышат. И мне, как артисту, это очень льстит. А вы когда-нибудь слышали о русской музыке? Ой, знаете, кажется, слышал примерно так же, как о медведях в Барнауле. Нравится вам кто-нибудь из русских музыкантов? Да вот, имена не приходят мне в голову. Ну, вы можете напеть. Я в Штатах однажды слышал, это русская народная песня. В Штатах ее кто-то исполнял. Но я знаю, что это русская мелодия, с совершенно новыми словами. Мне очень нравится музыка в исполнении балалайки. Год назад мы с моей подругой, с которой мы много лет вместе, приехали в Москву как туристы. И мы слушали что-то, кажется, это называется Московский народный оркестр. Там играло штук 10-8 балалайка. Еще инструменты, похожие на балалайку, круглые такие. Ну, или не совсем круглые, но не треугольные. Домра? Да, да, домра. Меня очень это впечатлило. Чарльз, а как вы думаете, почему русские так любят блюз? Ведь это совсем не наша культура. Мне кажется, в блюзе есть что-то универсальное. Главная концепция в том, что эта музыка помогает, будь у вас плохое настроение или депрессия, трансформировать грусть во что-то радостное. Может быть, вот в этом связь. А могут ли русские музыканты быть такими же хорошими исполнителями блюза, как, скажем, американцы? Я слышал великолепные исполнения. Увы, не знаю имен этих русских музыкантов. Но да, конечно, могут. Я определенно могу утверждать, я слышал, они играли блюз и музыку других жанров с большим чувством. Но, повторюсь, могут быть великие музыканты, независимо от национальности. Чего вы ждете от бурнавойской публики сегодня? Да я и не жду ничего особо. Но, конечно, хотелось бы, чтобы люди получили удовольствие от моей музыки и просто отдохнули. Большое спасибо вам за беседу, за ваш приезд и отличного вам концерта. И вам большое спасибо. Мне было очень приятно. Это была программа «Наше время». Мы сегодня беседовали с Чарльзом Бёртоном, великим музыкантом, который приехал к нам в Барнаул дать единственный концерт. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова